Привет, любимая республика! Ярко врываемся в последний месяц уходящего 2023 года. Декабрь дарит множество памятных моментов и теплых встреч. Одной из таких уверенно станет встреча с нашей командой. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11» и мы начинаем. Каждый из нас заранее продумывает новогоднюю ночь, размышляет, где и с кем отметить этот праздник, какие закуски приготовить на стол, как украсить любимый символ праздника – елку. Принято считать, что Новый год – это самый семейный праздник и лучшая компания в этот день – это ваши родные и близкие. Мы решили выяснить, так ли это, и вышли на улицы Сыктывкара спросить жителей столицы, как они проведут 31 декабря. В кругу семьи планирую встретить, потом уже как карта ляжет, скажем так. С друзьями, близкими потом. Новый год планирую встретить с хорошим настроением, в кругу семьи, с друзьями. Как обычно, в семейном кругу. То есть, ну, все как обычно, по стандарту. В семье, с детьми, с внучками. Новый год я пойду в гости к своим знакомым, к друзьям. Ну, как всегда, елка, шампанское. С кем? Ну, с супругой, конечно. Если кто-то приедет в гости, пожалуйста, я не против. Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми готовит премьеру «Рощин Лайв» по мотивам пьесы «Валентин и Валентина» Михаила Рощина. В наше время вопрос любви и духовности остается актуальным. Поэтому о чем же говорит театр с молодыми, как не о любви? В нашей студии режиссер-постановщик спектакля Семен Горчаков. Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой постановке. Ну, на самом деле, подробнее раскрывать карты сильно не хочется. Хочется, чтобы зрители, дорогие, пришли и посмотрели эту постановку. Ну, конечно, адресована она больше для молодых наших зрителей, для молодых людей, для школьников, студентов, для, ну, вот, так сказать, и моего поколения, поколение чуть постарше. Хотя, думаю, возможно, будет интересно всем. А какие чувства она способна вызвать у зрителей? Я думаю, что от слез до гомерического хохота. А, то есть настолько диаметрально, да, противоположные? Интересно. А есть какие-то еще тонкости, допустим, у этого спектакля? Да, потому что, во-первых, можно начать с того, что это будет первая премьера нашего театра на обновленной сцене. Ну, то есть именно на планшете сцены, на обновленном. Во-вторых, конечно, это живой звук. В основном у нас все спектакли, я работаю с музыкальными спектаклями, и будет работать ансамбль, будут артисты петь, танцевать. И причем очень разные жанры, от старых романсов до современной музыки. Как происходили репетиции и подготовка артистов к представлению? Ну, во-первых, все как обычно, ну, назовем не как обычно, но вот читка, потом подготовка музыкальных номеров, подготовка вот репетиции в маленьком небольшом пространстве. Спасибо огромное хочется сказать художнику, которому пригласили из Москвы художника-постановщика Марию Рогожину, которая работает с крупными московскими театрами. Она вот нам сценографию создавала. Это постановка по мотивам пьесы «Валентин и Валентина». Но полностью ли соблюден текст автора? Ну, на самом деле, по мотивам уже нам говорит о том, что текст автора слегка скорректирован. За основу, да, взята фабула, взят сюжет у Михаила Рощина. Но нам перевела на коми язык эту пьесу Анжелика Елфимова, наша прекрасная поэтесса, писательница. И мы даже рискнули и поменяли имена главных героев. Да, фабула остается похожей, но для того, чтобы поговорить со зрителями на современном языке, на языке именно театра, ну, то есть не бытовом языке, мы приняли такое решение, что мы вот и поэтому поменяли название, поэтому поменяли имена главных персонажей и постарались приблизиться к нашему времени. Где и когда состоится премьера этого спектакля? 9 декабря, бабушкина 4, в нашем национальном музыкально-драматическом театре, на нашей сцене, в нашем зале, в 18.00. Всех очень ждем, приходите, будет весело, будет интересно. Уверена, что да, действительно так, так оно и будет. Спасибо еще раз большое вам, Семен. Спасибо. Как оказаться в заснеженном норвежском лесу, не покидая границ республики? Ответ прост. Достаточно отправиться в Ухтинский район. Наш земляк Сергей Калинин с высоты птичьего полета запечатлел реку Ухту и окружающие ее окрестности. Настоятельно рекомендуем к просмотру. Зрелище завораживающее. А мы продолжаем. Делиться интересной и важной информацией. Ловите очередной материал, который определенно заслуживает вашего внимания. 3 декабря по всему миру с профессиональным праздником будут поздравлять тех, кто умеет создавать компьютерную графику. Какие у профессии перспективы и в каких отраслях нужны такие знания, мы спросим у Лорены Целинской, специалиста по графическому дизайну. Лорена, здравствуйте. Как и когда вы поняли, что эта специальность именно для вас? Изначально я еще с детства увлекалась компьютерными играми. Мне очень нравился этот процесс. То есть я постоянно играла, можно сказать, целыми днями. И больше всего меня привлекала именно работа разработчиков. Мне хотелось погрузиться в их атмосферу, узнать, как они вообще это делают. Но тогда еще не было достаточно хороших программ, или я просто о них не знала. Вот жизнь меня привела к моей мечте, можно так сказать. Я устроилась на работу в ЦИД. И там я непосредственно занимаюсь как раз графическим дизайном. Вы где-то обучались этому? Вообще нет, но я училась на журналистике. И там мы как бы касались графического дизайна, потому что все-таки текст и графический дизайн, они всегда рядом. Это то же самое, что писать. Но тут мы выражаем свою мысль с помощью графики. Какой это вообще процесс такой? Творческий больше или вот сугубо технический? Вообще это очень интересный вопрос, потому что сейчас, когда у художника есть такой отличный инструмент, как компьютер, это программы, которые много что делают за них теперь. Им не нужно сидеть там 24 на 7 и заниматься какой-то муторной такой работой. Теперь это все делает компьютер. И я думаю, что художнику сейчас важно именно изучение программы. То есть у него уже есть какая-то художественная база. Ему не нужно просто целыми днями, еще раз повторюсь, рисовать от руки. Теперь это все делает компьютер. И я думаю, что даже в какой-то степени это больше техническое теперь уже. А в каких сферах востребованы знания специалиста по компьютерной графике? Все, что мы сейчас видим, это все компьютерная графика, потому что в целом художник был всегда востребован. Теперь у него есть компьютер. Мы все погружаемся в виртуальный мир, теперь уже на 90%. И все, что мы там видим, это делает специалист по компьютерной графике. Это 3D, 2D, то есть какие-то визуализации каких-то моментов, приближенных максимально к настоящему миру. И как бы эта профессия, она будет всегда востребована, и она будет идти в ногу со временем. Да, действительно, сейчас современный мир буквально соткан из всего того, чем вы занимаетесь. Но есть ли еще какие-то большие перспективы у этого направления? Я думаю, что перспективы, конечно же, есть, потому что сейчас очень активно развивается 3D, опять же, компьютерные игры, это VR, там очень нужны такие специалисты. И все эти технологии нас приведут к успешному будущему, то есть к которому мы все стремимся. Возможно, это будет не самое лучшее будущее, как нам изображают в фильмах, но все мы хотим видеть всегда с каждым годом что-то намного профессиональнее. Это какая-то уже потребность человеческая. Ну, опять же, это связано с тем, что мы постепенно перемещаемся в виртуальный мир. Спасибо большое вам, Лорена, за такую информацию. Желаю успехов в вашей дальнейшей деятельности. Спасибо. Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина приглашают школьников и студентов средних профессиональных образовательных организаций стать участниками проекта «Наука рядом с тобой». Молодые ученые СГУ при поддержке движения первых рассказывают об исследовательской деятельности. В научное путешествие отправилась и наша съемочная группа. Чем отличается коническая колба от мерной? И как выглядит делительная воронка? Теперь знают студенты Сыктывкарского лесопромышленного техникума. Участники проекта «Наука рядом с тобой» узнали о нюансах профессии, которую называют одной из самых востребованных в современном мире – лаборант химического анализа. После вводной лекции с элементами интерактива самое интересное – опыты. Казалось бы, ничего не происходит, но это временно, сейчас произойдет. Химия – это, по сути, как магия современная. Всегда с интересом можно наблюдать за любыми опытами, даже за приборами. Вообще химия, она очень интересная, увлекательная. «Наука рядом с тобой» – совместный проект Сыктывкарского государственного университета и молодежной организации движения первых. Это образовательная программа, в рамках которой школьники и студенты разных городов республики знакомятся с научными достижениями и проводят эксперименты. Все в максимально интересном формате, чтобы молодежь поняла – наука – это не скучно. Дети – это новое поколение ученых. Если в них не развивать какой-то интерес к науке, то и нынешнее научное сообщество у нас будет страдать в первую очередь из-за недостатка молодых кадров, тех, кто увлечен наукой, и будут развивать в дальнейшем эту науку. Одна из задач проекта в том, чтобы старшеклассники и учащиеся техникумов выбрали перспективные профессиональные направления, которые нужны республике и стране. И такие экскурсии действительно помогают задуматься о карьере, говорят студенты. Думаю, что они смогут определиться, куда они смогут дальше пойти и узнать что-то новое об этом всем. Новое поколение доверяет своим глазам и ощущениям, говорят социологи. Потому и важно знакомить их с профессиями, а глобально и с наукой. Именно так, напрямую. В прошлом году приходили несколько человек, кто у нас проходили профориентации на мастер-классы, а потом поступили к нам учиться на химию. Да, то есть это продуктивно, скажем так. В научных экспериментах смогут поучаствовать также старшеклассники и студенты отдаленных городов и сел Коми. К ним приедут мобильные лектории и лаборатории. Их приобрели специально для образовательного проекта. Действительно, наука рядом с нами. Мы добрались до середины нашего выпуска. Немного отдохнем и через пару мгновений вновь вернемся на ваши телеэкраны. Не переключайтесь. Мы снова в эфире. Привет всем, кто только подключился. Мы продолжаем подборку интересных новостей и событий. Поехали. Серьезная дата. 2 декабря юбилей отметит академический хор города Сыктывкара. Своё 45-летие он поприветствует праздничным концертом. Это самодеятельный хоровой коллектив, один из старейших в столице Коми. Он опирается на традиции оперного и камерного жанров. Я побывала на репетиции и смело могу сказать, это звучит сильно. Этот коллектив родился в далеком 78-м. Спустя два года хор педагогов школьного и дошкольного образования получил звание академического. По словам участников, после каждой репетиции они чувствуют себя отдохнувшими. В жизни я работаю в школе учителем. Дважды неделю посещаю репетиции и для меня это как вот отдушина. Хожу сюда с большим удовольствием. Получаю неимоверный заряд бодрости, оптимизма от того, что я ежедневно могу соприкасаться с музыкой. Сегодня в академическом хоре педагоги, ученые, рабочие, служащие, пенсионеры. Одни с музыкой на «Вы», другие подружились с ней еще в детстве. Я в детстве занимался в хоровой каполе мальчиков, ее окончил. И так получилось, что я учился вместе с парнем Дмитрием Куштысевым. И так получилось, что я познакомился с его мамой, которая спустя многие года пригласила меня уже во взрослый академический хор. Эмоции неподдельные, атмосфера на репетициях домашняя. Я в хоре, если считать до сегодняшнего дня, уже 20 лет. Ну, правда, 5 лет последний, живу в Калининграде. Но, слава богу, хор меня приглашает на свои выступления. И я очень рада этому. Я летела просто на крыльях любви сюда, чтобы поучаствовать, спеть, порадоваться, получить заряд бодрости и огромного удовольствия. Больше 20 лет коллективом руководит Ольга Георгиевна Кузьмина. Она продолжает традиции в подборе репертуара, учитывая вокальные возможности академического хора. Я даже иногда могу не говорить. Я только посмотрю, они говорят, все поняли, сейчас исправимся. То есть, понимаете, это уже создано за многие-многие годы нашего общения. Вот поэтому я пришла в этот хор, понимаете, не я создала его, а я пришла в этот коллектив, и я обязана уважать участников хора, их традиции. То есть те, которые уже были. Конечно, поменялся коллектив. Вот эта молодежь, которая сейчас пришла, это уже мною набранные люди. А вот те, которые еще остались, их всего-то у нас 5 человек. Им огромное спасибо, низкий поклон, что они столько лет ходят в наш коллектив. В репертуаре хора как проверенная временем классика, так и произведения современных российских и коми-авторов. Многое можно услышать завтра, 2 декабря, в стенах концертного зала Гимназии искусств при главе Республики Коми. Славу мастерам Усть-Цильмского района принесла пижемская ложка, а именно красота ее росписи. И сегодня местные умельцы делают 10 тысяч таких ложек в год. Они расходятся не только по разным уголкам России, но и мира. Конечно, сейчас это больше сувенир, чем столовый прибор. Пижемская роспись, соединяющая геометрические и растительные элементы, особая знаковая система. Она рассказывает об истории и культуре народа, который заселял берега Пижмы, левого притока Печоры. В узорах нет ни одной петельки и ни одной черточки, лишенной смысла. Съемочная группа студии 11 увидела, как создается уникальная роспись. Эта роспись, которая соединяет геометрические и растительные элементы, родилась на Пижме, левом притоке Печоры. Там, почти на краю земли, в 18 веке селились старообрядцы, скрываясь от преследования церковных и светских властей. Как известно, на берегу Пижма был образован Великопожинский скит, где работала мастерская по переписке старых книг. Нередко их украшали перьевыми узорами в заставках, буквицах и концовках. Считается, что из книг и взяты орнаменты, которые мы видим на ложках и других предметах быта. Выполняют пижемскую роспись не кистью, а пером. Контур делают черной краской. Начинается ложечка расписываться с центра. Мастера пользовался, карандашей не было. Он пользовался всегда только пером, краской. Ставил центр, вот у нас точка. И начинали расписывать уже. Считается, как земля, поле распаханное. Такой вот элемент. Я взяла элемент у Чупрова Григория Матвеевича. Он умер, его как нет уже в живых. Почему-то мне дали ее ложку. Я взяла вот этот узор и пишу с нее всегда. Такой квадрат. Это как поле. Квадрат пересекается крестом, символом христианства. А поле начинает прорастать. Ложка как бы заполняется побегами внутри и снаружи. Это пожелание сытой жизни. А кантовка и кончик черенка дополняются полосами из точек, черточек, полудужек. Под каймой обычно помещали надписи с различными пожеланиями. Например, кого люблю, тому ложечку дарю. Дальше пижамские мастера брали красный цвет. Красный цвет не то чтобы красный, а красно-оранжевый. Вот брали раньше кору лиственницы. Варили ее со смолой вот этой тающей, тающей называли. И вот уже начали красным цветом заполнять вот эти вот края. Видите, как бы окромляя вот это наше поле. Оранжево-красный чередовали с травянисто-зеленым. Как нам рассказала Татьяна Харитонова, это цвета жизни. Таким образом, для традиционной пижамской росписи использовали только три цвета. Все-таки роспись эта считается северной. И она, видите, какая неяркая, да? По сравнению с другими росписями. Хломой, кородецкой. Раньше красочный слой закрепляли натуральной олифой. Ее варили из конопляного или льняного семени. Сейчас часто используют лак. В этом случае ложка, конечно, уже сувенир. Промысел не только сохранился, но и продолжает творчески развиваться. 12 мастеров Усть-Циринского района делают примерно 10 тысяч ложек в год. Без работы не сидят, едва успевают выполнять заказы. Воспитывая в ребенке физическую культуру с молоду. Каждому родителю важно позаботиться о том, чтобы их малыш был здоров и физически крепок. Поэтому с самого маленького возраста следует выполнять с детьми разминку, заниматься гимнастикой. Вот несколько советов на эту тему от специалиста. Юля, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что родители могут быть тренажером для своих детей. Так это? На самом деле, да. Потому что родители часто общаются со своими детьми, и нам приходится это делать. И если родители будут знать правильные упражнения, да, вот каким образом можно помочь, то маленького малыша можно развивать с самого начала. Для этого нужен только ребеночек и только родитель, больше ничего. Развивать что? Вот осанку или уже что-то другое вообще? Нет, именно физическое развитие, помогать развивать движение. Для совсем маленьких детей, например, учиться ползать с помощью родителя, да, больше ничего не нужно, только родительское тело. Больше ничего. Я думаю, все мамочки сейчас около наших экранов. Вот давайте показывать. У нас снова в гостях Иван. Да, он любит у вас бывать. Итак, когда малыш совсем маленький, когда он еще учится тем же самым ползанием, мы можем сесть на пол и положить ребеночка так, чтобы он лег к нам на бедро. И переползать вот через мамину ногу, через папину ногу. То есть учиться ставить коленочку, выкладывать ручки вперед, учиться поворотиком тоже через мамину ногу, тоже это очень важно. Когда малыш начинает расти, мы можем уже попробовать, чтобы он забирался уже на наше тело, к нам на плечо. То есть таким образом выстраивать коленочку правильно. И как раз вот как первая гора, первое покорение вершины, можно забраться на папины плечи. Малыш растет, он начинает ходить, он становится старше. Мы можем поставить его к себе на колени, чтобы он встал к нам на бедра. И таким образом, на самом деле, я очень люблю со своими детками, у меня дочки, три дочки, старшую на себе, конечно же, не смогу, ей уже 14 лет. А с шестилеткой мы любим таким образом играть, на самом деле, очень классно. Когда она забирается сама ко мне на бедра, я держу ее за руки, и вот мы отправляемся в такое путешествие, когда там на лыжах, по горам, да, всякие кочки объезжаем. То есть очень такое простое, очень хорошее упражнение. А хочется какой-то акробатики, детям нравится акробатика, можно смело шагать, да, и сесть маме на плечо, ну, или папе, да, на плечо. Поддерживаем ребеночка таким образом, чтобы вот головушка держалась, и наклоняемся, и совершается очень такой хороший, правильный кувырок. То есть на самом деле родители очень здорово могут поиграть со своими детьми правильно, да, заботясь и о санке, и о двигательном развитии. Дети не боятся вот таких упражнений? Особенно кувырок такой. Да, но здесь самое главное, чтобы родитель сам был спокоен. Если он это боится, да, держит каким-то образом ребеночка, да, ой, сейчас я тебе кувыргнусь, и ты в глазах страх, то не надо так делать, тогда просто забываем про это и не делаем. А если родитель уверен в себе, если все хорошо, спокойно, почему бы нет? Да, очень классно. Ну и, наверное, в форме игры еще, да? Да. Ползем, да, 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 ползем, забираемся, да, покоряем, двигаемся, да, ездим, катаемся на лошадке, очень клевое, простое упражнение, катаемся на лошадке в ямку-бух, да, вообще классно. То есть главное быть вместе, да, и радоваться совместной игре. Круто. Друзья, следите за осанкой, за физическим состоянием своих детей и себя тоже. Спасибо, Юля, огромное. Пожалуйста, всего хорошо. Впереди горы вкусностей и вредных салатов, а потому как никогда важно поддерживать свое тело в тонусе. Наша команда продолжает знакомить вас с разнообразными видами спорта. Сегодня мы отправимся на тренировку по кроссфиту. Дионис, привет. Здравствуй. Давай разберемся с понятием, что такое кроссфит. Ну, вообще говоря, человеческим простым языком, если так сказать, кроссфит – это система общей подготовки человеческого тела. То есть таких показателей, как сила, выносовость, координация, скорость, растяжка, взрыв. То есть, я думаю, все показатели, которые вот в общем развиваются в всех видах спорта, мы попытались собрать их все вместе. Ну, не мы в смысле, а как вид деятельности. И, соответственно, пытаемся их развить в нашем языке. Кто может заниматься кроссфитом? Кроссфитом, наверное, могут заниматься абсолютно все. Потому что у нас есть степени подготовки. То есть есть подготовки для маячков, есть подготовки для профессионалов, для любителей. Ну, я думаю, для всех. То есть, наверное, противопоказания будут общие, такие же, как и для всех видов спорта. То есть, есть ли какие-то травмы, какие-то серьезные там увечья и так далее. Но в любом случае, то есть, приветствуется реабилитация. То есть, в любом случае, двигаться нужно, заниматься нужно, нельзя забывать про свое здоровье. Сколько идет тренировка по кроссфиту? Вот сколько раз в день, давайте, в неделю можно заниматься кроссфитом? Я думаю, в среднем, как и для многих видов спорта, 3 раза в неделю было бы оптимально. Достаточно. То есть, это достаточно, будут хорошие результаты. У нас тренировка длится час. Ну, исходя из наших правил и так далее. То есть, это среднестатистическое время, которое необходимо человеку, чтобы немножечко себя подгрузить. Потом люди просто не выживают. Ну, можно, наверное, сказать и так, но на самом деле нет. То есть, они как бы тренируются все под свои особенности. То есть, если человек у нас приходит в группу, он немножечко посильнее, тренер это видит. У тренировок есть такой термин, как конкретная подгонка и веса, и возможности под каждой способности каждого человека. Давайте узнаем, что такое кроссфит прямо на деле. Все, поехали. Ручки прямые, прямые. И на себя, порезче. Тебе нужно примерно для твоих сил, и думаю, тысяча вот здесь должна быть. Порезче давай. Хорошо. Хорошо. На себя. Хорошо. Спинка вперед сильнее. Ребята, я еще огонь. Дыхалки уже нет. Наверняка все в школе лазали на канатах, все знают, что такое, но на сегодняшний день мы уже не в школе, поэтому немножечко по-другому нужно отнестись к этому. Сделали снова. Особенность кроссфита в том, что нужно сделать очень много всяких разных дел и особо много не отдыхать, потому что время играет определенную роль. Поехали. Давай, 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 до конца, до конца. Хорошо, ручки прямые. Сила, взрыв, координация, ну и дыхалка, естественно. Друзья, одним словом, если вам понравился кроссфит, скорее на тренировку со мной и с Леонисом. Чтобы красочно завершить нашу программу, предлагаю устремить свои взгляды на фотографии любимого севера. Есть шанс испытать небольшой морозец на щеках. Атмосфера передается прямо через экран. На этом наша передача подходит к концу. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Арина Попова. До встречи, Республика.